Каргокульт или Великий праздник, что писали про День Победы в российских соцсетях. 10 мая 2019, 15-30. Александр Бавдунов. Празднование Дня Победы в России 9 мая и проходящие по этому поводу мероприятия вызвали неоднозначную реакцию у некоторых пользователей соцсетей. Многие популярные журналисты, общественные деятели, блогеры с большим числом подписчиков и другие известные медиаперсоны поздравили своих читателей с Днем Победы и приняли участие в памятных акциях. Однако нашлись и те, кто критиковал празднующих и отпускал в их адрес язвительные комментарии. Праздновать нечего. Одним из самых обсуждаемых в СМИ стало высказывание актера Максима Виторгана. Он разместил в своем инстаграм изображение красного мака, символ, используемый на Западе и с недавних пор на Украине, для того, чтобы почтить память павших в двух мировых войнах 20 века. По словам артиста, 9 мая конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего, так как это праздник прежде всего для ветеранов. Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость, отметил Виторган. После того, как российские СМИ растиражировали заявление актера и его начали критиковать, Виторган заявил, что его неправильно интерпретировали, подчеркнув, что не ставил целью оскорбить участников войны. Мне нравится «Бессмертный полк», мой текст о нем двух-трех лет недавности хранит. И не нравится парад, не нравится все разновидности. Можем повторить, готовность прикладывать День Победы ко всему подряд, спортивным результатам, политическим фигурам. До чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ. Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная Наташа Королева в гимнастерке поет, дополнил свою позицию актер. В свою очередь, супруга Виторгана. Правда, два месяца назад пара объявила, что больше не живет вместе. Актриса, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, опубликовала в Instagram фото в платье цвета хаки и с букетом все тех же красных маков на фоне автомобиля Audi. Цвет в цвет. Всем мира и любви, написала Собчак. Перебравшись на Украину, российский журналист Аркадий Бобченко заявил, что празднование 9 мая – фальшикарго-культ. Вы бы, вместо того, чтобы устраивать весь этот парад, занялись лучшим осмыслением произошедшего. Осмыслением, осознанием, покаянием и недопущением, посоветовал Аркадий. Но нет. Их страна опять уничтожает соседние страны, а они ходят с портретами и чем-то там гордятся. Событиями 75 лет недавности, в которых никто из них не участвовал. О другом человеке глубоких смыслов из Украины, как написала автор в Facebook, рассказала журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова. На своей странице в соцсети она опубликовала фото мальчика, вышедшего на акцию «Бессмертный полк» с фото американского президента Рональда Ригана, который во время Второй мировой войны служил в тыловых частях армии США. Подобного рода троллинг акции в памяти павших стал уже обычным явлением на Украине. Журналистка, однако, поддержала эту идею, ведь, по ее словам, это именно СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И именно Риган советскую гадиану, убивавшую внутри страны и за ее пределами, и уничтожил. Вот что надо праздновать сегодня, считает Орлова. На сайте блогера Ильи Варламова появилась статья, в которой подвергалась критике тенденция наряжать на 9 мая детей в военную форму. К почитанию памяти предков, погибших на страшной войне, весь этот маскарад отношения, разумеется, не имеет. Обычная ярмарка тщеславия, говорится в статье. Такую точку зрения разделяет и президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман, заявивший на своей странице в Facebook, что его достали с детьми в гимнастерках и с бантами георгиевскими на пиджаках. Еще одного блогера, Алексея Навального, возмутило, что в костюмированном шествии в честь Дня Победы в Нижнем Тагиле, прошедшем под лозунгом «Фашизм» на свалку истории, человек, изображавший фашизм, сидел в клетке. Все-таки живет в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят, как сублимировать свою страсть к ролевым играм, съязвил оппозиционер. На параде в Нижнем Тагиле по городу возили клетку с пленными немцами. И все-таки живет в наших чиновниках креативный дух. Гей-парады они вынуждены запрещать, но находят, как сублимировать свою страсть к ролевым играм. Думаю, хорошо бы всю администрацию города к доктору сводить. pic.twitter.com slash phobfs7r Алексей Навальный Собака Навальный, 9 мая 2019 год нашел повод обвинить Кремль и проживающий в Лондоне экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Правда, в отличие от ряда других критиков власти, он не готов отказаться от празднования Дня Победы. Кремль сделает все, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям, многое ему удалось, часть людей готова отдать, отказаться от праздника. Я – нет, написал политэмигрант в своем Twitter. Кремль сделал все, чтобы отнять День Победы. Судя по комментариям, многое ему удалось, часть людей готова отдать, отказаться от праздника. Я – нет. Война лишила меня деда, здоровья мамы. А живущий в США политолог Николай Злобин, известный своими критическими высказываниями в адрес российской власти, и вовсе вышел на шествие бессмертного полка, к слову, уже не в первый раз. Войны больше не будет. Главный редактор А.Т. Маргарита Симоньян рассказала о своем отношении к параду 9 мая. Хотела написать, я люблю парад, хотя ненавижу войну. Но нет. Неправильно. Я люблю парад именно потому, что ненавижу войну. Парад. Значит, война закончилась. Парад. Значит, войны больше не будет. Хотела написать, я люблю парад, хотя ненавижу войну. Но нет. Неправильно. Я люблю парад именно потому, что ненавижу войну. Парад. Значит, война закончилась. Маргарита Симоньян, собака М-Подчеркивание Симонин, 9 мая 2019 год, ведущий радио Вести. ФМ. Армен Гаспарян отметил, что тех, кого корюжит от Дня Победы, абсолютное меньшинство. По итогам сегодняшнего бессмертного полка с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как корюжит 2% от Дня Победы. Это хорошо. Так и должно быть, подчеркнул журналист. Армен Гаспарян, собака А-Подчеркивание Гаспарян, 9 мая 2019 год. В свою очередь, поп-певец Александр Буйнов опубликовал фото с концерта в честь Дня Победы вместе со Львом Лещенко, Владимиром Винокуром и Василием Лановым, поздравил ветеранов и призвал язвинников с кривыми ухмылочками улыбнуться по-человечески. День Победы – это праздник, когда все надевают заслуженные награды, государственные, Минобороны за Афган, за Чечню, за горячие точки, за Сирию. Так что уберите свои кривые ухмылочки и улыбнитесь по-человечески, красиво, во весь род. С праздником, написал артист. Многие известные медиаперсоны не стали ввязываться в заочный спор по поводу праздника с его критиками, а просто отдали дань памяти ветеранам. «Настроение отличное! И праздник – великий! С Днем Победы!» – отметила телеведущая Ольга Скобеева, опубликовавшая в своем Instagram фото с трансляцией Парада Победы на Красной площади. «Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение», – подчеркнула генеральный продюсер телеканала «Мачта Ватина Кандилаки». 9 мая – День Победы во имя жизни и свободы всех будущих поколений. «Нам повезло быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение». «С Днем Победы!» Тина Кандилаки, собака Тина, подчеркивание Кандилаки, 9 мая 2019 год. Журналист Максим Соколов процитировал Анну Ахматову. «Вот о вас и напишут книжки. Жизнь свою за другие своя. Незатейливые парнишки. Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки. Внуки, братики, сыновья». Марина Юденич, известный блогер и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, рассказала о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной, в том числе и о матери. «Это фото я нашла в альбоме совсем случайно. Оно неудачное, – сказала мама, – у меня тут опущены уголки рта. И убрала куда-то за обложку альбома. Она удачная, мама. Очень удачная. Я помню, я горжусь, – написала Юденич.